Друзья, всем привет! Сегодня будем делать интересную самоделку, для которой нам понадобится консервная банка, газовая горелка и вот такая железная миска, которую я купил в магазине за 100 рублей. Итак, начнем. Берем для начала консервную банку и миску и примерно размещаем окружность банки на миске. Теперь эту окружность надо вырезать. И сперва китайским ступенчатым сверлом делаю отверстие. Миска из нержавейки, хоть и тонкой, но сверлится тяжеловато. Далее лобзиком с пилкой по металлу вырезаю примерную окружность. Теперь, вставив консервную банку в проделанное в миске отверстие, размечаю выступающую часть банки. И делю на несколько равных частей. Фиксирую банку и с помощью болгарки делаю надрезы по линиям. Получившиеся лепестки вырезаем. Получившиеся лепестки вырезаем. Выгибаю и выравниваю пассатижами. Результат должен получиться как на видео. По центру лепестков ставлю отметки маркером, а также на самой банке надо сделать отметки. Все примерно, но для ориентира я сперва начертил равноудаленные линии на банке и потом поставил точки. Делаю все на глаз, так как стараюсь моделировать изготовление этой самоделки вне мастерской. Да и точность тут совсем не нужна. Накерниваю все отметки самодельным шилом из бура от перфоратора. А затем делаю отверстие ступенчатым сверлом 6 миллиметров. А на лепестках обычным сверлом по металлу 3,5 миллиметра. Затем банку прикладываю к миске и переношу на нее расположение отверстий лепестков банки. Снова накерниваю и сверлю тем же сверлом 3,5 миллиметра. А теперь вставляю банку в миску со стороны дна. Соотношу отверстия и фиксирую заклепками. Вот такая штука получилась. В произвольном месте на миске, ближе к краю, прикладываю уголок и помечаю отверстие уголка на миске. Далее сверлю отверстие в 5 миллиметров и фиксирую уголок к миске, также заклепками. Уголку прикручиваю небольшой кусок шпильки, зафиксировав его с обеих сторон гайками с шайбами. Переходим к газовой горелке с баллоном. Необходимо сделать так, чтобы конструкция стояла устойчивее. Нагрузка будет вперед. И поэтому решил, что идеально подойдет для этой задачи уголок, зажатый хомутом к баллону. Но у хомута нужного диаметра под рукой не оказалось. И я зафиксировал пока все стяжками. Держится тоже неплохо. И вот мы уже подходим, можно сказать, к финальному этапу. На обратную сторону шпильки накручиваем хомут от сороковой канализационной трубы и фиксируем его гайкой. Теперь устанавливаем всю конструкцию на горелке, как показано на видео. Самоделка готова. Осталось отрегулировать расстояние и высоту. Расстояние от миски излучателя до горелки регулируем, перемещая ее по шпильке до нужного расстояния. И фиксируем гайками. Для регулировки высоты и направления просто слегка подгибаем. Делать это часто не придется. И вот, что у нас получилось. А именно, получился простой обогреватель из газовой горелки. Открытое пламя нагревает консервную банку. И тепло от банки отражается и распространяется с помощью миски. Сама миска сильно не нагревается. И риск обжечься не так велик. Такой обогреватель отлично подойдет для обогрева палатки. Например, на рыбалке или в походе. А также обогреет небольшое неотапливаемое помещение. Отражатель нагревает скорее не помещение, а объект, находящийся в зоне отражения от миски. По принципу инфракрасных обогревателей. Одного такого баллона хватает на 4-5 часов работы. Баллон стоит 70 рублей, но можно сделать насадку-переходник и заправлять такой баллончик с помощью обычного газового. Что, конечно, удешевит ее использование. Друзья, вот такая сегодня самоделка получилась. Если понравилась идея, то поставьте лайк. И напишите в комментариях мысли или идеи насчет этой самоделки. Тех, кто не подписан на канал, обязательно подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые и полезные видео. Всем спасибо за просмотр, желаю вам хорошего настроения и пока-пока.